В Иванове проходит профилактическая акция «Безопасные каникулы». Во дворце детского и юношеского творчества сотрудники госавтоинспекции собрали ребят начальной школы, чтобы напомнить им правила дорожного движения. Также детям рассказали о том, как оказывать первую медицинскую помощь. В период, когда дети чаще всего предоставлены сами себе, подобные мероприятия наиболее необходимы. Мы проводим акцию «Безопасные каникулы» для того, чтобы еще раз напомнить детям, как вести себя в экстремальных ситуациях, в ситуации, когда во дворе незнакомый человек пытается увезти вас, как вести себя на дороге, как вести себя при пожаре. И если случилась беда с вашим товарищем, как оказать ему первую дворочебную помощь. Это необходимо для того, чтобы дети не пугались в экстренных ситуациях, не терялись. Обычно к ДТП приводит невнимательность детей на дороге. Находясь на оживленной улице, они напрочь забывают правила. Чтобы этого не случалось, прямо из Дворца творчества ребята направились к перекрестку улиц Батурина и проспекта Ленина. Здесь состоялось небольшое практическое занятие. Регулировщик Роман Сорокин объяснил значение жестов, помогающих упорядочить дорожное движение. Эти знания необходимы, чтобы сориентироваться при переходе через дорогу и не стать участником ДТП. Как показывает статистика, в летнее время аварий с участием детей происходит намного больше. Если в зимний период ежемесячно мы регистрируем около 8-9 происшествий, то ближе к летним каникулам, в частности в мае, у нас было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий. Уже за прошедшие несколько дней июня уже два. Помнить правила дорожного движения обязаны не только дети. Взрослые прежде всего сами должны стать образцом поведения для своих чад и не перебегать дорогу с ребенком в неположенном месте или на красный сигнал светофора.